привет друзья ну что ж я продолжаю свой рассказ о речном круизе на теплоходе константин симонов на котором я прошел путь в 2000 километров из москвы до острова кижи затем побывал на острове валаам затем в санкт-петербурге в кронштадте и возвратился на речной вокзал в москву это было совсем недавно и я решил об этом рассказать как говорят по свежим следам и так смотрите карту обратный путь от острова кижи опять проходил по онежскому озеру путь немалый и погода как говорят опять подвела все та же качка и за бортом как в море волны и темная вода тревожно леденящие душу но есть уютная комнатка в этом доме под названием корабль а моя комната это светлая теплая каюта вот посмотрите здесь я уже привык не репетирую музыку и уже принял участие в нескольких концертах на этом корабле коллектив замечательный все здорово настроение бодрое вот концертный зал на верхней палубе можно поиграть на фортепиано и даже кое-что вспомнить из фортепианного репертуара словом движение по воде продолжается из онежского озера мы пошли по реке свирь и здесь у нас была остановка под названием мандроги ну вот точно не знаю насчет ударения может быть мандроги но скорее всего мандроги мне это слово почему-то напоминает пароль из кинофильма 12 ночь тот самый пароль который произносил гениальный киноактер сергей филиппов если кто помнит он говорил так мандрата пупа мандрата па что это за место это такая деревня на реке свирь которая не несет особо исторической ценности но привлекает тысячи туристов там сохранились старые постройки еще девятнадцатого века ну такие добротные избы ну и конечно появились новые строения в которых ведется оживленная торговля всяким разным ведь туристов там всегда очень много продают здесь изделия и товары самые разные от красивых женских платков и украшений до всякой одежды местная достопримечательность это огромный валенок настоящий из войлока самый большой в мире есть также музей водки да да я не оговорился именно водки где можно не только увидеть сотни разных сортов этого продукта но и купить с собой в рейс и здесь даже продегустировать что собственно многие здесь и делают и вот каким-то образом здесь павильоне оказался старенький автомобиль марки форд раньше когда я здесь бывал я его здесь не видел форд выпуска 1908 года это был первый автомобиль который начали выпускать миллионными партиями по всему миру и вот этот экземпляр этот экспонат напоминает всем туристам о давнем времени самого начала 20 века ну а дальше все по той же реке свирь мы продолжили наше путешествие в ладожское озеро мы шли к острову влаам знаменитому острову сюда приезжают а точнее приплывает огромное множество туристов паломников и об этом подробнее я расскажу в своих дальнейших репортажах вот в который раз напоминаю всем вам как всегда подписывайтесь на мой канал с колокольчиком который известит вас об очередной моей передаче а выпуски моего журнала чаще всего происходят по вторникам еженедельно и если кто-то из вас новичок на моем канале то начало всех серий моего журнала под названием music sky или музыкальное небо вы найдете по ссылкам в описании под этим видео также извещаю вас о том что по пятницам еженедельно я обычно выхожу с новым чисто музыкальным контентом это могут быть и песни в том числе и мои авторские это инструментальные пьесы самого различного характера в основном для саксофона ну и татарский фолк также совсем недавно я сделал новый плейлист это мои путешествия и всякое разное то есть здесь будут затрагиваться самые разные темы из нашей жизни том числе и рассказы о гастрольных поездках и так увидимся друзья всего вам хорошего пока пока и и и и и и и Продолжение следует...